В этот раз вступительная кампания «Высшее учебное заведение страны в Беларуси» проходила с 18 июля по 8 августа. По 24 июля принимались документы на дневную заочную форму обучения за счёт средств бюджета. Ну а те абитуриенты, кому не повезло на данном этапе, могли попасть, что называется, в последний вагон и поступить на платной основе. В этом году для двух брестских вузов вступительная кампания прошла достаточно успешно. Закончили мы вступительную кампанию, набрали мы на бюджет 512 человек, все вакантные места были закрыты с большим конкурсом, более двух человек на место, и закрыли платную форму обучения 732 человек. Дневную форму обучения на платной основе мы закрыли полностью, незакрытыми остались только заочная форма обучения полный срок и заочные сокращенные на базе среднеспециальных. Конкуренция была достаточно высокой, наиболее востребованными в этом году стали экономические специальности и традиционно IT-направления. Самые востребованные специальности – это экономика электронного бизнеса, электронный маркетинг и логистика. А с профиля IT у нас программное обеспечение информационных технологий и автоматизированная система обработки информации. С технических специальностей на более высокий проходной балл у нас был по теплогазоснабжению и автоматизированная автоматизация технологических процессов и производства. В Брестском государственном университете имени Пушкина удалось выполнить все поставленные задачи по набору абитуриентов, как за счет средств республиканского бюджета, так и на условиях оплаты. На бюджет дневной формы обучения здесь набрали 435 человек, на заочную форму – 67. На платную основу дневной формы обучения будут зачислены 236 студентов и 284 человека на заочную. По результатам вступительной кампании хочется отметить, что на бюджетную форму получения образования наибольший проходной балл у нас образовался на таких специальностях, как русская филология, современные иностранные языки, биоэкология, логопедия. Наиболее высокая конкурентная ситуация была зафиксирована на таких специальностях, как психология, где конкурс составил 7,8 человека на место, и специальность логопедия – 4,4 человека на место. На платную форму обучения наибольший проходной балл у нас был на таких специальностях, как правоведение, современные иностранные языки – английский, немецкий, и на специальность логопедия. Стоит отметить, что новая специальность – урбанология и сети менеджмент, открытая на базе университета имени Пушкина, вызвала большой интерес. Конкурс составил 1,6 человека на место. А в следующем году новой специальностью порадует уже технический вуз. Здесь можно будет изучать таможенное дело.